Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы будем работать с сайтом Казахстанского Национального Лекарственного Формуляра. Для этого в адресной строке браузера мы должны вбить адрес страницы knf.kz. Нажимаем Enter. Перед нами открывается официальная страница Казахстанского Национального Лекарственного Формуляра. И как мы видим, он состоит из разделов. Первый раздел это главная страница сайта. Здесь перед нами открывается официальное описание сайта и как пользоваться Казахстанским Национальным Лекарственным Формуляром. Так называемая методичка. После этого мы видим так называемый поисковик, то есть код или наименование. То есть мы можем сюда вводить наименование препарата. Вернемся позже. Дальше это новости. То есть это последняя новость, связанная с Национальным Формуляром. Третий раздел это сам Лекарственный Формуляр. Четвертый это нормативно-правовые акты, связанные с Лекарственным Формуляром. И пятый это статистика сайта. Давайте вернемся на главную страницу. Здесь мы видим вот поисковик сайта. То есть если нас интересует определенный препарат, условный, например, дексаметазон. То есть выбираем дексаметазон и нажимаем поиск. После этого нам выходят все монографии и рекомендации по данному препарату. Вот имеется. И нажимаем на первое. И перед нами открывается страница с информацией по данному препарату. Также важно, то есть нам открывается список клинических протоколов, при которых используется, при заболеваниях, которые используются наш препарат. Можем нажимать на них и автоматически переходить на клинический протокол. Думаю, это очень удобно. Дальше внизу есть вся информация остальная. То есть противопоказания данного препарата, меры предосторожности, лекарственное взаимодействие, побочные реакции, способы применения и применения у детей. И вторая схема работы это то есть с самим лекарственным формуляром. Для этого нажимаем на третий раздел и мы видим содержание КНФ. Нажимаем на содержание КНФ и перед нами выходит список так называемых органов и систем. То есть это вот пищеварительный тракт, кровотворение, сережно-сосудистая система. И мы можем ориентироваться по органам и системам. Если нам интересна сережно-сосудистая система, нажимаем и выходит список заболеваний. Заболеваний, то есть препараты для лечения заболеваний сердца, группы препаратов выходит, антигипертизивные препараты, диуретики, бета-адреноблокаторы, что очень важно, что даже очень удобно. И например нажимаем на бета-адреноблокаторы и бета-адреноблокаторы. И вот выходит группа препаратов, не селективные бета-адреноблокаторы, селективные бета-адреноблокаторы. нажимаем и весь список препаратов все спасибо большое